Левой миколь есть в аптеке почти каждой семьи. Это наружное средство пользуется заслуженной популярностью. Благодаря своему мощному антибактериальному эффекту, оно с легкостью справляется с любыми кожными проблемами. В составе мази всего два активных вещества. Хлоромфиникол активен против стафилококков и кишечной палочки. И метилурацил ускоряет процесс заживления ран, оказывает противовоспалительное действие. Ожоги разной степени. Левой миколь хорошо очищает ожоговую рану от отмерших тканей. Вот как правильно обрабатывать раненую поверхность. Сначала промойте ожог холодной водой, нанесите мазь на стерильную марлевую салфетку, наложите ее на раненую поверхность. Перевязки делайте каждый день. Ожог обрабатывайте мазью до полного заживления. При небольших бытовых ожогах курс лечения обычно составляет 5-14 дней. При гнойных ранах и язве на коже левомиколем можно обработать любые раны, укусы насекомых, порезы, рассечения, царапины, ссадины и т.д. Если рана не нагноилась, обработайте прожженный участок 3% перекисью водорода и медицинским спиртом. Левомиколь наложите непосредственно на раненую поверхность. Если есть необходимость, накройте обработанный участок марлевой салфеткой и забинтуйте. Обработку проводите один раз в день до заживления раны. Если же рана, нагноилась. Сначала уберите все, что отделяется от раны при помощи ватно-марлевых тампонов, смоченных антисептиком. Затем поместите левомиколь прямо в рану. Сверху прикройте ее марлевой салфеткой, также пропитанной мазью. Если гноя выделяется многое, то повязку с мазью сменяйте несколько раз в день. Рану обрабатывайте левомиколем до прекращения отделения гноя. При геморрое. Использовать левомиколь при геморрое можно лишь в периоды обострения и только на протяжении 10 дней. Анус следует смазывать каждый день перед сном. Перед процедурой следует тщательно промыть анальное отверстие теплой водой и обсушить полотенце. Мазь помогает снять воспаление и убить патогенные бактерии. Помните, мазь прекрасно справляется с воспалительным процессом, но для полного излечения следует принимать специальные препараты, которые может выписать только врач. Левомиколь при геморрите и заболеваниях уха. Если у вас хронический насморк, один-два раза в день смазывайте носовые ходы ватной палочкой с левомиколем. Пытайтесь вылечить геморрит, сделайте марлевую турунду. Обильно пропитайте ее мазью и вставьте в носовые ходы. Затем прилягте, запрокиньте голову назад и оставайтесь в таком положении около 30 минут. После процедуры выньте их из носа. Проводите процедуру в течение дня по 3-4 раза. Курс лечения 5-7 дней. Перед введением турунд промойте нос соленой водой или обычным физиологическим раствором. Такие же турунды, пропитанные левомиколем, можно использовать при фурунклах или гнойном воспалении наружного слухового прохода. Оставить их в ухе можно на всю ночь. Курс лечения длится 5-10 дней. Левомиколь при прыщах. Судя по отзывам, левомиколь очень эффективное средство в борьбе с прыщами. Он обладает мощными антибактериальными свойствами и отлично устраняет воспаление. Используйте мазь точечно. Применение левомиколя на больших участках кожи может привести к снижению местного иммунитета. К сожалению, мазь оказывает лишь временное действие. Проблему она не излечивает. Кроме того, к левой миколе кожа привыкает очень быстро. Поэтому придется чередовать ее с другими средствами. Максимальный период использования левой миколя для лечения обращая не больше 10 дней. Чтобы излечить проблему, обратитесь к врачу. А вы слышали о чудодейственных свойствах мази левой миколь? Напишите, пожалуйста, в комментариях, в каких еще случаях вы ее используете. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями. А также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео.